Обычная для ТЭЦ-2 картина. Пар над одной градирней. Неделю назад здесь парили четыре огромных трубы. Крупнейший энергообъект области проходил аттестацию. Давайте подведем итоги последней десятидневки этого месяца. Главный инженер ТЭЦ-2 сегодня в кабинете. Подводит итоги. Благодарит подчиненных за работу. 23 ноября они ни разу не присели. На прочность и выносливость испытывали генерирующее оборудование станции. В штатном режиме на ТЭЦ работают три турбины. С наступлением сильных морозов запускают четвертую. В день испытаний включили все пять. ТЭЦ работала на полную мощность. За приборами лично следил начальник смены. Контролировал параметры. Переживал, как бы где масло не потекло и пар не пошел. Непосредственно здесь смотрели температуру масла, показатели осевого двига турбины. Здесь даже установлены датчики по вибрации подшипников турбины. Чтобы все это находилось в норме. Если это выходит из-за рамки, за пределы, то работает или действием защиты, или отключением непосредственно персоналом. В авральном режиме работала лаборатория. За восемь часов проверки лаборанты сделали сотни анализов воды. Ирина Фирсова на ТЭЦ 30 лет. В подобной обстановке работала не раз, но не волноваться так и не научилась. Мы переживали за водно-химический режим. Но очень хорошо все обошлось. Работало оборудование без нарушений. Конечно, было сложновато, потому что оборудование было все включено в работе. Но ничего, все обошлось. В центрах управления атмосфера была накалена не меньше, чем в жаркой котельной. На мониторах важные показатели. Восемь часов машинисты энергоблока не отрывали от них глаз. Накануне все работники ТЭЦ прошли противоаварийную тренировку. И были готовы к любому форс-мажору. Когда что-то случится, срабатывает защита. Здесь работает сигнализация и световая, и звуковая. И здесь все отмигает, значит горит. Если человек не подготовлен психофизически, то он может растеряться и стоять, и ничего не делать. А здесь все решают доли секунды. Липецкая ТЭЦ, крупнейшая в Черноземье, обеспечивает 60% областного центра теплом, горячей водой и электричеством. В экстренных случаях снабжает электроэнергией другие регионы. В России она известна еще и как единственная теплоэнергоцентраль, улучшающая экологию. На ТЭЦ-2 сжигают отработанный на НЛМК доменный газ. Так оно получается в атмосферу, а мы его дополнительно сжигаем в своих котлах. И, соответственно, утилизируется через домовую трубу. Станция «Стойка» вынесла электрическую нагрузку в 523 мегаватта, что, к примеру, превышает мощность всех электростанций Крыма. Все котлы и турбины исправны. Лепчане могут быть спокойны. Без тепла и горячей воды город не останется. Елена Сухачева, Роман Авраменко, Лепецкое время.